И сегодня же глава Чувашия Михаил Игнатьев встретился с представителями зарубежного бизнеса. Декорации новые, действующие лица те же. В Доме правительства еще раз обсудили вопросы взаимодействия иностранных партнеров и местных властей, только более узким кругом. Каким образом возможные инвесторы хотят участвовать в развитии экономики? Какие уже есть точки соприкосновения и что нужно предпринять, чтобы регион стал комфортным для зарубежного бизнеса? Есть ли мультиязычная, разноязычная поддержка? Кроме того, существуют ли системы оказания поддержки услуг? Кроме этого, оказывается ли какая-то поддержка иностранным специалистам в условиях проживания в регионе? Другие факторы – конкурентоспособность, затраты, логистика и налоговые льготы. Чувашия достаточно привлекательна для зарубежных бизнесменов. Предприятия из 92 стран уже наши партнеры. Товар оборудован с Азербайджаном, к примеру, за последние полтора года вырос более чем в два раза. Каспийская республика заинтересована в усилении экономического сотрудничества. Нас очень привлекает и очень интересна тематика, скажем, импортирования продукции пищевой промышленности Чувашии, химической промышленности, отдельных, скажем, компонентов в сфере строительства. Со своей стороны, конечно же, Азербайджан славится своей продукцией сельского хозяйства, плюс продукция пищевой промышленности, ну и, конечно же, в сфере информационных технологий. То есть это все будет предметом наших двухсторонних обсуждений. И я думаю, что очень скоро мы можем уже выходить на конкретные проекты. Предварительные соглашения обязательно приведут к конкретному результату. За примерами далеко ходить не надо. Уже в этом году в Чувашии откроют свои производства зарубежные компании «Сименс» и «Видмюллер». Татьяна Леонтьева, Олег Якимов, Республика.